Медово-карамельные пирожные Яйца, 80 граммов меда, 80 граммов сливочного масла, половина чайной ложки соды или 3 грамма и 40 граммов сахара для карамели. Для начала сделаем медовую карамель. 40 граммов сахара всыпаю в миску с толстым дном, равномерно распределяю его по дну и переношу на плиту. Нагреваю, пока сахар не растопится и приобретет карамельный цвет. Не мешаю. Можно просто поворачивать кастрюлю, чтобы сахар равномерно растопился. Когда сахар превратится в карамель насыщенного темно-янтарного цвета, добавляю сливочное масло, порезанное кубиками, и мед. Снижаю температуру и мешаю лопаткой до однородности, пока вся карамель не разойдется. Теперь всыпаю соду. Еще немного перемешиваю, чтобы карамель вспенилась и снимаю с плиты. В миску для взбивания разбиваю яйца, всыпаю сахар и взбиваю 7-10 минут до пышной стойкой пены. На минимальных оборотах понемногу подмешиваю медовую карамель. Всыпаю муку и перемешиваю. Готовое медовое тесто делю на 2 отреза пергаментной бумаги. Бумага по размеру противня 30 на 40 сантиметров. Получается по 330 граммов теста, примерно. Бумагу нужно подготовить заранее. Тесто равномерно распределяю на бумаге. По консистенции оно немного гуще бисквитного. Переношу на противень. При 180 градусах выпекаю корж 10-12 минут. Пока выпекается первый, готовлю второй. Когда коржи немного остынут, выравниваю их по краям. Коржи мягкие, внутри пористые. И делю на 3 коржа, каждый шириной 13 сантиметров. Из двух коржей получается 6 размером 30 на 13 сантиметров. Оставляя их остыть, можно оставить на ночь. Для крема нужно 600 граммов сметаны жирностью 26-30% или отвешенной. 100 граммов сахарной пудры и чернослив. Чернослив у меня с косточкой. Варю его 5 минут. Если у вас будет без косточки, можно просто запарить его кипятком. Убираю косточки и нарезаем маленькими кусочками. Сметану взбиваю с сахарной пудрой. Сначала сметана станет более жидкой, а потом увеличится в объеме и станет пышной. Из 6 коржей, выбирая самый менее красивый, он вместе с абринсками пойдет для обсыпки. А из 5 оставшихся собираю торт. На каждый корж кладу 3-4 столовых ложки крема и немного чернослива. Коржи прижимаю совсем немного. Оставшимся кремом смазываю вверх и бока торта. Обрезки измельчаю в крошку и обсыпаю сверху и по бокам. Торп получился весом 1,2 кг, высотой 5,5 см. Убираю его в холодильник пропитываться на 3-4 часа. Я оставила на ночь. Разрезаю на 10 пирожных. Украшаю их клюквой и мятой. Очень мягкий, нежный пирожный кусочек тает во рту. Аромат, медовый вкус и кислинка сметаны. Друзья, на этом все. Я, как всегда, желаю вам удачной выпечки и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...